Чем питаются растения? Неужто едят землю? Или что-то другое? Нужен воздух? Фотосинтез? А можно ли без солнца? На все эти вопросы мы с вами ответим сегодня. Привет, меня зовут Тимур и сегодня мы рассмотрим, чем же питаются растения. Поверите ли вы, но еще со времен Аристотеля полагали, что пищей растениям служит не что иное, как почва. И правда, разве дерево не твердое? А раз так, значит оно и потреблять в пищу должно что-то похожее по плотности, словно какой-нибудь зверь, которого головой засунули в плодородную землю. В таком случае под деревьями было бы стоять опасно. Достаточно вспомнить легенду о летающих коровах. Чтобы разобраться с этими, кажущимися нам теперь нелепыми представлениями, голландский ученый Ван Гельмант более 300 лет назад поставил такой опыт. Взяв черенок ивы, он посадил его в бочонок с тщательно взвешенной землей. Прикрыв землю плотной крышкой с отверстием для черенка, он только поливал растения в течение ни много ни мало – 5 лет. Выросло симпатичное деревце, прибавив в весе более 60 килограммов. А повторное взвешивание почвы показало, что ее вес практически не изменился. Вот поистине терпеливый ученый, опыт длиною в 5 лет вдохновляет. Опыт Ван Гельмонта явился убедительным доказательством того, что не твердая почва, а доставляемые из нее с водой вещества составляют основу питания растений. Но до истины было еще далеко. А чего же не достает? Вроде и так понятно, что деревья почвы не едят. Следовало развеять еще одно заблуждение, что растениям, как и животным, нужен чистый воздух. Действительно, в герметически закрытом помещении ни зверь, ни человек долго не протянут. Что мы говорим, когда тяжело дышится? Верно, не хватает кислорода. И действительно, ни одно живое существо без воздуха не может. Ну а что же растения? Однако опыты в замкнутом пространстве доказали, что зеленое растение не потребляет, а напротив выделяет этот газ, в свою очередь поглощая газ углекислый. Важно еще, что происходит этот процесс под действием солнечного света. Именно благодаря ему поступающие из почвы с водой вещества вместе с углеродом из углекислого газа превращаются в кладовые энергии растений. Вот оно как! То есть воздух не нужен? А вот солнечный свет является критически важной частью процесса. Изучение в течение многих лет этого явления, названного фотосинтезом, привело сегодня к созданию стройной теории преобразования энергии в живой природе. Поглощая солнечные лучи, растения преобразуют неорганические вещества в то, что мы называем органикой, основу всего живого, состоящую из углеродных цепочек. Сколько в ней запасено энергии, мы можем выяснить, сжигая, то есть вновь соединяя с кислородом, органическое топливо. Ведь нефть, уголь, торф – это остатки буйной растительности, которая миллионы лет назад существовала на Земле. И вот мы вышли на энергию. Оказывается, что деревья аккумулируют кучу энергии. Возникает вопрос. Но почему бы сегодня же не перейти к прямому улавливанию и использованию солнечной энергии нашими приборами и машинами, как это делает зеленый лист? Ведь запасы ископаемого топлива сокращаются. Эту задачу еще предстоит решить, поскольку полностью смоделировать фотосинтез никому пока не удалось. Справедливости ради, скажем, что отдельные его стадии ученые уже смогли воспроизвести в лаборатории. Значит, природа лучше нас разбирается в технологиях. Важно отметить, что преобразовывать энергию нашего светила в электрическую люди уже научились, с помощью солнечных батарей, которые установлены, например, на космических кораблях. Здесь же речь идет о способности преобразовывать световую энергию в энергию химических веществ, которую можно накапливать, хранить, перерабатывать и использовать по мере надобности так, как это делают растения. Представьте, ведь в процессе фотосинтеза образуется 200 миллиардов тонн древесной биомассы в год. А в общем, всего лишь одна тысячная от приходящего к нам излучения Солнца, которое аккумулируется растениями, в 10 раз превышает годовое производство энергии человеком. Как видите, овчинка стоит выделки. Вот это да, получается, что человек пока даже не научился накапливать энергию. Лучше, чем растения? А можно ли обойтись без фотосинтеза? В процессе фотосинтеза световая энергия поглощается содержащимся в растениях веществом – хлорофилом. Роль хлорофила при этом столь велика, что когда его искусственно синтезировали около 40 лет назад, то решили, что сбылось пророчество Тимирязева. Тогда явятся находчивые изобретатели и предложат изумленному миру аппарат, подражающий хлорофиловому зерну, с одного конца получающий даровой воздух и солнечный свет, а с другого подающий печеные хлеба. Увы, предсказание пока еще не осуществилось. А есть ли другие варианты без участия Солнца и других сложных процессов? В поисках ответа на вопрос, как преобразуется энергия при фотосинтезе, ученые столкнулись с совершенно иным природным решением, без участия хлорофила и света. Произошло это совсем недавно, в 70-е годы, когда с помощью глубоководных аппаратов удалось опуститься на океанское дно вблизи действующих подводных гидротермальных источников. Именно источники интересовали исследователей, а вот встретиться там, на глубине 2-3 километра, с кем-либо из представителей животного или растительного мира они не предполагали. Ведь на таких глубинах царит кромешная тьма, а раз солнечная энергия не поступает, то откуда же взяться растениям и питающимся ими животным? Конечно, кое-кому удается прокормиться за счет того, что опускается из верхних слоев воды, но этот мир очень беден. Искали одно, а нашли совсем другое. Это и есть путь ученого, первооткрывателя. Каково же было удивление ученых, когда вокруг извергавших потоки горячей жидкости источников они обнаружили во всю бушующую жизнь. Оказалось, что без фотосинтеза все же можно обойтись. Здесь, в этих подводных сообществах, роль производителей биомассы играют особые бактерии, использующие энергию сероводорода, которым насыщена вода подводных гейзеров. Природа опять нас переиграла. Можно я выйти из бессолнечного света? Живут эти бактерии не сами по себе, а внутри удивительных животных, называемых поганофорами, которые не имеют ни рта, ни желудка, а своими щупальцами улавливают питательный океанский раствор. Дальше идет процесс, получивший название хемосинтез. Бактерии перерабатывают сероводород, накапливая энергию и передавая ее часть поганофорам. В результате поганофоры вместе с бактериями выполняют роль зеленых растений, поскольку в свою очередь служат пищей другим животным. Таким образом выстраивается пищевая цепочка лакомящихся друг другом подводных обитателей. Это действительно невероятно! Как живые организмы могут приспосабливаться к самым сложным средам обитания? Какие же выводы можно сделать из этого открытия? Во-первых, природа оказалась поразительно изобретательной, в поисках способов получения энергии для живых существ. Во-вторых, это урок всем нам. Подражая природе, при создании искусственных аккумуляторов химической энергии, не следует двигаться только по одному из начертанных ею путей, надо искать и другие. Фронт работы для исследователей расширяется. Они, кстати, полагают, что хемосинтез может являться способом преобразования энергии микроорганизмами глубоко под землей, а возможно и на других планетах. Все живое на Земле нуждается в энергии, чтобы выжить. Однако способы получения этой энергии живыми организмами могут отличаться. Ученые считают, что хемосинтез может быть ответственным за наличие жизни под поверхностью Марса или на спутнике Ють-Питера Европе, который, как полагают, под замерзшей поверхностью содержит жидкую воду. А на сегодня это все. Ставьте лайки и подписку. И не пропускайте моих новых видео, где мы с вами будем познавать мир.